Обломка винограда. По своим биологическим особенностям, виноград – это культура с усиленным вегетативным ростом. Чтобы получить крупные грозди, которые будут накапливать много сахара, растения постоянно нужно подрезать и обламывать. Важнейшей операцией является формировка. Обломка посинкования и чеканка позволяют ее поддерживать, соблюдать баланс между вегетативным ростом и плодоношением, сдерживать растущее водопотребление культуры. В статье будут разобраны каждая из операций. Основные принципы формировки винограда. Придание формы кусту необходимо для сохранения и поддержания роста и развития плодовых почек на лозах, а в дальнейшем грозди и удаления лишних порослевых побегов, обеспечения проветривая мости растений, долговечности и высокой продуктивности кустов и их защиты от болезней, вызываемых микроскопическими грибами. При выборе формировки принимают в расчет следующие факторы. Регион выращивания Укрывная или неукрывная зона Схема посадки кустов Планируемый тип шпалера для подвязки кустов Метод орошения В южных регионах, где не укрывают кусты на зиму, допустимо развешивать их на высокой штамбе, оставляя очень длинные рукава по 1,8 и более. В северных областях с суровым и малоснежными зимами стремятся создать приземистые кусты с длиной рукавов не более 1,2 метра. Виноград нужно формировать в соответствии с этим выбирают схемы посадки. На юге, между рядами 2,5-3 метра, между кустами 2,2,5 метра. М На севере, между рядами 2,3-2,5 метра, между кустами 1,2-1,5 метра. Тип шпалеры выбирается исходя из принятых технологий введения виноградарства в районе выращивания 1-плоскостная, 2-плоскостная, г-образная, данская чаша. Каждая шпалера требует своей формы куста, количества и длины рукавов, но методы их выполнения одинаковые и состоят из комплекса операций с кустом. Методы формировки весенней и осенней обрезка многолетних частей куста и от плодоносивших побегов обломка винограда при щипывании. Верхушек перед цветением Посенкование Чеканка прироста совместно с посенкованием Важно! Методы формировки нужно использовать в комплексе невыполнение одной из операций приводит к ослаблению куста и потере урожая. Начинающим виноградарям рекомендуется постигать азы науки с начала вегетации. Их главная операция в это время – весенняя обломка побегов винограда. Тогда, пройдя весь комплекс работ с кустом, станет понятней, какую нагрузку сможет нести растение на будущий год и какое количество. Почек можно будет оставить на лозах осенью. Обломка винограда перед и после цветения. После раскрытия виноградного куста весной его подвязывают к шпалере. Эту работу важно выполнить до распускания почек. Обратите внимание, лозы в ранневесенний период очень хрупкие и при неумелой подвязке легко ломаются, а раскрывающиеся почки отпадают. Работу нужно проводить очень аккуратно. Распускание глазков в регионах наступает по-разному, но в основном к середине мая уже все почки, если они не пострадали от мороза, раскрываются. В это время проводится ранневесенняя обломка. Нужно удалить новые ростки внизу куста на многолетних рукавах, а также на лозах, где образуются побеги рядом с центральным, так называемые, двойники и тройники. Обломка винограда перед и после цветения молодой виноград удаление лишних побегов переносит спокойно. Процедура проводится внизу куста, все почки удаляют на высоту главного штамба. Она может составлять от 30 до 160 сантиметров. В укрывной зоне оставляет штамбу высотой 30-40 сантиметров. Удаление ростков перед цветением связано с нормированием количества гроздей и урожая. Процедуру проводят в момент появления соцветий. Нужно оставить определенное число гроздей. Расчет проводят следующим образом. Подсчитывают общее количество глазков, оставленных на кусте. Общее количество побегов винограды умножают на 0,75. Так, если обрезка куста была выполнена на 30 глазков, то это растение в текущем году может обеспечить питательными веществами не менее 23 гроздей. Если растение серьезно пострадало от мороза, количество гроздей сокращают до нескольких штук, давая возможность кусту восстановиться после повреждения. В период с конца мая на протяжении первой декады июня в большинстве регионов наступает фаза цветения. За 3-4 дня до падения колпачков цветков нужно провести прищепку верхушек ладоносящих побегов. Вручную обрывают 1,5-2,5 сантиметра нарастающей части побега с гроздьями. Это нужно, чтобы обеспечить лучшее завязывание ягод, поскольку после прищепки в груз поступает больше питательных веществ. После цветения нужно внимательно обследовать виноградник и оценить два момента, как прошло завязывание ягод, какова сила роста побегов в этом году. На основе полученных данных принимают решение о том, какие побеги удалять у винограда. Если зависть хорошая, без гороши нет, то на побегах, где более одной грозди, верхнюю зависть нужно убрать. Если грозди рыхлые, то на сильно развитых побегах можно оставить по двум кисти. Сильные побеги без гроздей обламывать не следует, так как они обеспечивают ягоды пластическими веществами и для роста удалять нужно только слаборазвитые лозы. Обломка винограда летом. В течение лета внимательно следят за развитием будущего урожая. Лозы по мере их отрастания подвязывают к соответствующей проволоке шпалеры. Важно! Растущие побеги нужно подвязывать под углом 65-75 градусов по отношению к поверхности почвы. Это обеспечит лучшую закладку урожая на следующий год. В пазухах листьев образуются побеги второго порядка пасынки. Им дают отрасти на 3-4 листа, а затем обламывают над первым или вторым листом. Не нужно стремиться убирать все пасынки и делать это слишком часто, так как это может спровоцировать рост пазушных почек с кистями. И урожай будущего года будет потерян. Обломка винограда летом. Кроме этого стоит учесть кое-какие нюансы. Часто заболевание винограда идиумом начинается с гроздей. Заболевшие кисти с синюшно-черными пятнами нужно удалить, обработать куст фунгицидом в надежде на спасение оставших гасе урожая. Удаление зеленых побегов на молодом кусте винограда в конце июля способствует лучшему возреванию лос и началу их подготовки к зиме. Из всех развившихся побегов нужно оставить 4-5, не более. В конце июля-начале августа выполняй чеканку верхушек на уровне верхней проволоки. Слишком длинные пасынки укорачивают. Повторяй чеканку в конце августа нецелесообразно. Инструкция по обломке винограда для начинающих. Новичкам важно помнить, что от правильной обломки зависит текущий и будущий урожай ягод. Удаление лишних гроздей на винограде является не только залогом качественных плодов, но и напрямую влияет на долголетнюю продуктивность. Куста поэтому жалеть кисти не нужно. Пошаговая инструкция по обломке. В мае после подвязки лос к шпалерам удалить развивающиеся побеги со штамба, двойники и тройники. Перед цветением обломать лишние грозди, слабые побеги, позже выполнить расщепку лос над гроздями. После цветения выполнить вторую обломку лишних гроздей, оставив на лозах только нижние кисти. В третьей декаде Юлия выполнить осенкование и чеканку. Садоводам не стоит жалеть усилий, нужно наоборот проявить терпение в работе с лозой и она обязательно одарит щедрым урожаем.